После того, как была заасфальтирована дорога Кадамджа и Таркен, жителю села Урзбекова в Нинаби Тругамбаеву стало легче добираться до районного центра. По его словам, раньше из-за плохой дороги запчасти машины изнашивались быстрее и приходилось ремонтировать её 2-3 раза в год. «До ремонта дороги я часто сталкивался с трудностями. К примеру, за перевалом Айдаркен у меня есть поле. Особенно в летнее время часто ездил присматривать за урожаем. После нескольких поездок шины машины просто лопались, а ходовая часть начинала барахлить. Сейчас же стало лучше. Езжу по ровной дороге». Поскольку автодорога Кадамджа и Таркен – это часть международной трассы, жители Анклава Сох использовали её для проезда на основную территорию Узбекистана. Движение на этой трассе было очень оживлённое, поэтому, говорят, местные жители села Урзбекова детей было опасно отправлять от них в школу. Было решено проложить дорогу протяжённостью 7 километров в объезд села. «Теперь машины, которые выезжают из Анклава Сох, едут в объезд. Внутри нашего села автомобилей стало меньше. Раньше, когда отправляла детей в школу, всегда переживала. Боялась, что их может сбить машина». «Когда дорога была в плохом состоянии, машины часто ломались, иногда на полпути. Приходилось тратить на дорогу не полчаса, а все полтора. Сейчас же стало легче. Доезжаем быстрее, а возле школы нарисовали пешеходный переход». В прошлом году в Кадамджайском районе отремонтировали около 85 километров дороги международного значения и 7 километров внутренних дорог. А для ремонта автодороги Кадамджай-Айдаркен из бюджета было выделено 560 миллионов сомов. «Общая протяжённость участка дороги Кадамджай-Айдаркен – 54 километра и 48 километров – полностью заасфальтированы. Кроме этого, отремонтировали дорогу между сёлами Минчинар и Отукчу, протяжённостью 34 километра. И уже сдали в эксплуатацию». После придания Баткенской области особого статуса здесь выполняют масштабные работы. Прежде всего, это асфальтирование дорог, связывающих приграничные сёла с районным центром.